Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на нашем уроке английского языка. Сегодня мы будем говорить, слушать и читать про бронирование столика в ресторане. Потому что это тема нашего сегодняшнего урока. Мы продолжаем изучать тему продукты питания-напитки. Ребята, обратите, пожалуйста, внимание. В названии темы урока вы встретили знакомое слово booking. Производное от слова book. Это слово прекрасно вам знакомо. Например, book переводится как книга, является существительным. Но вы прекрасно знаете, что в английском языке слова имеют очень много значений. И данное слово только уже как глагол может переводиться совсем по-другому. Слово to book переводится как бронировать, заказывать. Например, бронировать, заказывать билеты на самолет, на поезд, в кинотеатр, в цирк, в театр. Или бронировать, заказывать столик в кафе, в ресторане. И сегодня мы будем разговаривать про бронирование столика в ресторане. Но для начала мы проработаем слова и словосочетания, которые нам понадобятся. В этом упражнении нам встречаются два слова. Или это не обязательно владелец заведения. Это может быть доверенное, ответственное лицо хозяина, владельца. Человек, который работает в данном заведении и встречает посетителей при входе. Помогает им определиться с заказом столика. Помогает их рассадить в зале. Вызывает такси. Это самый первый человек, который приветствует посетителей в ресторане. И в зависимости от того, какое впечатление он или она произведет на посетителей, такое впечатление будет практически в целом от всего ресторана. Итак, повторим слово host. The next word. Следующее слово. Customer. Это слово имеет несколько значений. Переводится как покупатель, клиент, посетитель. А в данном случае речь идет про ресторан. Значит, это не покупатель и не клиент, а посетитель ресторана. Customer. Также нам понадобятся фразы. Давайте проработаем их. Я прочитаю эти фразы для вас на английском. Пытайтесь повторять за мной. Я бы хотел забронировать столик, пожалуйста. На какое число вы хотите сделать бронь? На какое количество человек? Нас будет четверо. На завтрашний вечер на девять часов. Можно номер телефона для связи? На какое имя сделать бронь? You're welcome. Пожалуйста. Итак, ребята, я еще раз прочитаю эти фразы на английском языке. Если у вас нет трудностей с их прочтением, с произношением, вы уверены, проговаривайте вместе со мной. Если все-таки у вас есть спорные моменты, старайтесь повторять за мной. Я буду делать это медленно. I'd like to book a table, please. When would you like it, for? For how many people? There'll be four of us. For tomorrow evening at 9.00 p.m. Could I also have a contact number? What name should I book it under? You are welcome. Молодцы! Вы хорошо справились. Но эти фразы нам понадобятся для следующего упражнения. Мы должны определить, какие из них принадлежат владельцу ресторана или тому человеку, который встречает посетителей. то есть доверенному лицу. Помните слово host? So, which sentences belong to the host? Какие из этих предложений, какие из этих фраз может произносить данный человек, данный работник? When would you like it, for? На какое число? На какую дату вы хотите оформить бронь? For how many people? На какое количество людей? Could I also have a contact number? Можно телефон для связи с вами? Под каким именем оформить бронь? Под каким именем оформить бронь? Что может говорить посетитель ресторана? I'd like to book a table, please. Я бы хотел забронировать столик, пожалуйста. There'll be four of ours. Нас будет четверо. For tomorrow evening at 9 p.m. На завтрашний вечер, на 9 часов. You're welcome. Пожалуйста. Ребята, для того, чтобы быть взаимовежливыми, фразу «пожалуйста» могут произнести как посетитель, так и владелец ресторана или работник, который встречает посетителей при входе. Вежливости много не бывает. So, let's do the next exercise. Exercise two. Итак, давайте сделаем следующее упражнение. Упражнение два. Here you can see the dialogue. Здесь вы видите диалог. The dialogue is between a customer and a host. Диалог между посетителем ресторана и владельцем. Let's read and translate this dialogue. Давайте прочитаем и переведем данный диалог. So, listen to me very attentively. Итак, слушайте меня очень внимательно. Hello, I'd like to book a table, please. Здравствуйте. Я бы хотел забронировать столик, пожалуйста. Certainly. When would you like it for? Конечно. На какую дату, на какое число вы хотите? For Thursday evening at 7 p.m. На вечер, четверга, на 7 часов. Thursday evening, March, the 25th. For how many people? Вечер, четверг, 25 марта. На какое количество людей? We'll be four. Two children. Нас будет четверо. Двое детей. Certainly, sir. What name should I book it under? Конечно, sir. На какое имя оформить бронь? Stephens. That is, S-T-E-P-H-E-N-S. Could I also have a contact number? Stephens. Это S-T-E-F-E-N-S. То есть посетитель произнес свою фамилию по буквам. Stephens. Да. Можно номер телефона для связи? Sure. It's five, six, nine, eight, four, double seven. Конечно. Пять, шесть, девять, восемь, четыре, двойная семерка. So, that's a table for four for Thursday evening, March, the 25th, at 7. Thank you, Mr. Stephens. Итак, бронь на столик для четверых на вечер четверга, 25 марта, на 7 часов. Спасибо, Mr. Stephens. You're welcome. Пожалуйста. Ребята, вы услышали, каким образом произошла бронь столика? Каким образом посетитель, Mr. Stephens, оформил бронь? Заказал столик в ресторане. Я еще раз прочитаю данный диалог, но уже без перевода. Старайтесь повторять за мной. So, let's start. Итак, начинаем. Hello. I'd like to book a table, please. Certainly. When would you like it for? For Thursday evening at 7 p.m. Thursday evening, March, the 25th. For how many people will be four, two children? Certainly, sir. What name should I book it under? Stephens. That is, S-T-E-P-H-E-N-S. Stephens. Right. Could I also have a contact number? Sure. It's 5698477. So, that's a table for four for Thursday evening, March, the 25th, at 7 p.m. Thank you, Mr. Stephens. You're welcome. Now, we are going to do the exercise according to this dialogue. Сейчас мы будем выполнять упражнение в соответствии с этим диалогом. Посмотрите, пожалуйста, на свои экраны, на картинку слева. Вы видите табличку, которую необходимо заполнить данными из диалога. Итак, у нас пять пропусков. Эти пять пропусков нам нужно заполнить. О чем же пойдет речь? Первый пропуск касается имени. Name. Здесь нам нужно написать имя клиента, посетителя ресторана. И справа у вас диалог перед глазами. И вы сразу можете найти, как зовут посетителя, который оформлял бронь, бронировал столик. Итак, это мистер Stephens. Второй пропуск. Contact number. Контактный номер. Номер телефона, который попросили у мистера Стэйфанса для связи. Конечно же, очень легко найти в диалоге цифры. Пять, шесть, девять, восемь, четыре, семь, семь. Третий пропуск. People. Люди. Имеется в виду количество людей. Вы помните, мистер Стэйфанс говорил, что их будет четверо. Из них двое детей. Four people. Четверо людей. Четвертый пропуск. Это дата. Date. Причем половину данного пропуска уже заполнили. March the 25th. А значит, в начале предложения мы подставим день недели и время дня. Можно еще подставить само время, то есть во сколько. Но об этом речь идет в пятом пропуске. Значит, в четвертый мы допишем всего лишь слова Thursday, evening, вечер, четверга. А в пятом пропуске нам нужно дописать время, time, то есть в какое именно время суток, дня. Мистер Стэйфанс заказывал столик на семь часов вечера. И сюда мы допишем 7pm. А теперь давайте сравним, правильно ли мы с вами заполнили данную таблицу. Итак, упражнение мы с вами выпускаем. Вы выполнили правильно. It's high time for your homework. Подошло время для вашего домашнего задания. Ребята, вам необходимо составить свой собственный диалог по образцу проработанного на уроке, используя следующую информацию. И в разных фигурках вы видите отдельные слова. Холмс. Конечно же, это имя посетителя, который хочет забронировать столик в ресторане. Monday afternoon, May the first. Полдень, понедельника, первое мая. Это будет дата, день, когда посетитель хочет заказать столик. Севен. Ребята, это количество людей, которые придут в ресторан. Дальше комбинация цифр. Найн, эйд, севен, сикс, файв, фор, сфуи, ту, ван. Ребята, это не шифр от сейфа. Это номер телефона. Но не пытайтесь звонить по этому телефону. Я его просто придумала. Это будет номер телефона посетителя, который хочет заказать столик в ресторане. И у нас остается 3 п.м. Три часа пополудни. Это время дня, время суток, когда посетитель вместе с друзьями в количестве семи человек придет в ресторан. Ребята, вы изменяете информацию, используя вот эту. А все остальные фразы оставляете без изменения. Подобные диалоги мы с вами уже составляли не один раз. Наш урок закончен. Спасибо за вашу усердную работу. И удачи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова